МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Хронология совершенного против армян геноцида. Инициатива МЭС обратилась к руководству международных структур. Героическая битва за Ван. Армянка стармульского происхождения Талин Эргунеш-Газер избрана председателем комитета совета старейшин Шишли. Сохранившийся в деревнях Западной Армении амшенский язык. При невыясненных обстоятельствах перевозивший военнослужащих в Урал упал во враг. По предварительным данным, 4 человека погибли, есть ранены. Министерство обороны Восточной Армении. Памятники, представляющие Арцах в албанском стиле, не имеют никакого отношения к албанцам и коренным общинам Кавказа. Монумент Водч. Правление молодотурок почти не внесло существенных изменений в положение коренных народов, в том числе западных армян. Напротив, это ухудшило ситуацию. Поражение Османской Турции 1912-1913 годов в Балканских войнах вызывает политическую активность среди армян. Исходя из сложившейся благоприятной ситуации, армяне решают привлечь внимание великих держав к проведению реформ в армянских вилаетах. 2 октября 1912 года католикос Георг V официально обратился к вице-королю Кавказа Воронцову Дашкову с просьбой поднять вопрос перед царем о выполнении статьи 61 Берлинской конвенции. Спустя месяц католикос уполномочивает обидного египетского политического и общественного деятеля армянского происхождения Погоса Нубару Пашу представить великим державам проблему армянских реформ. Турецкое правительство, обеспокоенное возобновлением армянского вопроса, составляет план реформ. Предусматривалось провести благоустройство 4 из 6 армянских вилаетов Вани, Бетлиси, Тигранакерти, Трапзоне, Карине и Себастье. В свою очередь, армяне, западные армяне составляют собственную программу реформ. Планировалось объединить 6 вилаетов в одну территорию, которой должен быть возглавить верховный комиссар или генерал-губернатор. Контроль за осуществлением армянских реформ возлагался на великие державы. Россия должна была следить за их реализацией. Инициатива арцакцев МЕСТ обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста и других международных структур. Наше требование к Международному комитету Красного Креста, ООН, ОБСЕ, ЕС, Совету Европы и другим организациям отстаивать провозглашенные вами ценности и защищать неотлемливые права коренного народа Арцаха. Создавайте мониторинговые миссии, отправляйте наблюдателей группы, открывайте представительство в Степанакерте и своими глазами увидите зверства, которые далеки от мирной повестки. Отмечается, что вывод Международного комитета Красного Креста из Арцаха является еще одним звеном в цепи нарушения прав коренных народов Арцаха со стороны международных организаций. Инициатива «Мы есть» обращается к руководству Международного комитета Красных Крестов и других международных структур с одним вопросом. Кому вы оставляете защиту наших памятников, церквей, памятников культуры, могил и имущества? В Арцахе, превратившееся в черный друг, где нет международной контрольно-наблюдательной миссии, на глазах всего мира переписывается история народов региона. Багу продолжает последовательно уничтожать армянское наследие, чтобы не допустить возвращения армян на родину. Своим преступным молчанием все международные структуры становятся участниками процесса лишения нашей родины. Весной 1915 года армяне Ивана боролись за свою идентичность и право жить в собственном доме. Телеканал «Западная Армения» представляет хронику событий 12-13 апреля. 12 апреля несколько дней во всех частях Айгистана идут ожесточенные бои. Браг непрерывно атакуют. 12 апреля турецкая база, расположенная напротив позиции Саагбей, была подержена. На разных позициях были убиты турки. В этот день в Айгистан прибывает огромное количество беженцев. Очевидцы в своих воспоминаниях рассказывают, в немецкой больнице, рассчитанной на 50 человек, разместили 142 человека. 13 апреля ситуация относительно спокойная. Несколько вражеских бойцов были убиты. Удалось поджечь дом Мулы, который является одной из самых сильных позиций турок. Турки перешли к контр-вступлению, не сумев реализовать план, оставив оружие, ушли. Военные силы информируют как о убитых турках, так о гибели 11-летней армянской девочки. Подводя итоги событий, военный орган призывает бойцов к благоразумию. Пусть маленькие успехи не превращают вас в безрассудство. Важен итог. Армянка стамбульского происхождения Талин Эргунеш Газер, избранная членом Совета Старейшин административного района Шишли, проведет официальное мероприятие в трех комитетах Совета Старейшин. Сообщается, что после первого заседания Совета Старейшин Газер была избрана председателем комитета по внешним связям административного района Шишли, также стала членом комитетов Совета по образованию, культуре, искусству и туризму. Различия между западным Амшеном и восточным Амшеном, часто встречающиеся в исследованиях амшенцев и амшенского, основаны на том, говорят на языке или нет. Амшенцы, проживающие в провинции Хопа, Кемал-Паша и Борчка, провинции Ардвин, считающиеся восточной группой, общаются на армянском языке амшена. Жители провинции Ризе, Трабзон и Карин, входящих в западную группу, не говорят на этом языке. Различие в то же время дает основания для того, чтобы предметом обсуждения стал вопрос о связи амшенцев, входящих в западную группу с армянским языком. Западные амшенцы забыли армянский, тогда почему восточные амшенцы не забыли? Подобные вопросы являются основными проблемами этих обсуждений. Следовательно, идти по стопам армянского языка в этих регионах очень важно с точки зрения поиска ответов на подобные вопросы. Одним из наиболее важных источников, позволяющих проследить следы армянского языка в этих регионах, являются записи путешественников. Путешественник Бжескян, Марк и Кох, посетившие данные районы, свидетельствует, что жители этого района армяне-мусульмане, говорящие по-армянски. В регионе до сих пор используются армянские родословные имена Грикор, Тимош, Хозгер и Менас. На этих территориях сохранилось армянское название, символическое название топонима Матурн. Другим источником являются журналы сбора налогов, хранящихся в османских архивах, где содержатся списки налогоплательщиков, проживающих в деревнях. В деревнях региона в 1600-х годах имена налогоплательщиков были армянскими. В последующие годы количество мусульманских имен постепенно увеличивалось. В некоторых записях можно встретить людей с мусульмальскими именами и армянскими отчествами. В ближайшее время будут обликованы новые исследования. 12 апреля около 15.25 автомобиль марки «Урал», перевозивший военнослужащих в воинской части Министерства обороны Восточной Армении, при невыясненных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части дороги и упал во враг. В результате аварии, по предварительным данным, четыре погибших и пострадавшие. В настоящее время данные уточняются. Министерство обороны Восточной Армении опубликует дополнительную информацию об инциденте. Старый Агдам производства телеканала CBC «Баку». В видеоролике «Уничтоженное наследие кочевников» сделан ряд самодовольных заявлений о древней культуре Арцаха, которые искажают и фальсифицируют реальную картину исследования археологического наследия, сообщает Монумент ВОЧ. В частности, говоря о кочевом и полукочевом типе экономической жизни в Арцахе в эпоху поздней бронзы и железа, приводится вырванная из контекста выдержки и с публикацией отдельных археологов, пытающихся связать этот тип хозяйства с тюркскими племенами региона азербайджанцами. Конечно, это ненаучное утверждение. Сначала поговорим о современных народах, проживающих на Кавказе и до нашей эры. Индентификация этноса в одних и тех же зонах 2-1-го тысячелетия абсурдна. Невозможно сослаться ни на одну научную публикацию, где проводились подобные параллели. Во-вторых, это был период, когда из-за резких климатических колебаний постоянное место жительства стало невыгодным по всей Центральной Азии, вокруг Средиземноморья, в Северной Месопотамии и других местах, а рядом с соседлым населением появились племена, ведущие кочевой образ жизни. Связывать общины, образовавшиеся в результате этого кризиса, с кочевыми племенами, появившимися здесь в Средние века, значит не знать странных и научных разработок. Другая проблема наблюдается в степях Арцаха до нашей эры. Это изображение каменных антропоморфных плантаторов 8-6 веков. Не новость, что азербайджанские исследователи пытались албанизировать все слои наследия на территории Арцаха. Первую попытку кальцификации антропомформов предпринял азербайджанский археолог Халилов, датирующий памятники нашей эры 4-7 веков, и рассматривая их присутствие в Ахванке как проявление идолопоклонства. Вероятно, для этого и других исследователей, считающие эти памятники Ахванскими, интересны части истории из Ахвана Мовсеса да Схуранцу, в которых описываются хазарские набеги и проявления хазарских воинов. Однако, как показали наши исследования, эти памятники не имеют никакого отношения к ахванцам и кавказским коренным общинам в целом. Во всех наших исследованиях мы воздерживались от любых попыток связать их с армянской культурой. В отличие от азербайджанцев, которые переместили большую часть найденных в советские годы свай, с их первоначального места, из-за чего местонахождение некоторых из них сейчас неизвестно. Армянские археологи не переместили ни одну из них. В этом азербайджанцы могут убедиться, посетив памятники оккупированных территорий. Мы советуем азербайджанским исследователям не распространять свою полуграмотность так сильно и больше следить за археологическими исследованиями, документирующими явления, а не заполитизированными заявлениями в этой области. В завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok